На самом деле проваливаться не все, но даже вспомним Маша и Медведь, может быть это конечно не самый шедевр, кинематограф и мультипликация, но тем не менее он очень популярен во всем мире, чуть ли не единственный, который миллиардные просмотры набрал. Это, кстати, наш продукт, этим надо гордиться. У нас есть тоже, может быть, не идеальные, не получающие 5 баллов по всем позициям, но тем не менее достаточно неплохие мультики про «Богатырия», есть «Мишарики», есть «Приключения Серафима», например, который всей моей семье, у меня четверо детей, нам очень понравился. Другое дело, что действительно это стало каким-то таким правилом. У нас в семье такое правило, что у нас телевизора нет вообще, а то, что мы смотрим по интернету, то советские все детские фильмы, мультики могут смотреть без разрешения взрослых, потому что мы знаем, что это точно будет нормально. Значит, новая российская – сначала мой родительский контроль. То есть я смотрю и говорю, можно это смотреть или нет. Вот это действительно что-то тревожное, потому что большая часть, увы, из того, что выходит российского, это помимо вопросов к качеству и таланту, то это еще явно не о том, что Пушкин сказал, что чувство доброго, а не Лира пробуждает. Вот, по-моему, какой-то вот произошел, значит, такой порочный круг, да, вот ориентация на низкий вкус и как бы апеллирование к этим низким вкусам. Не у всех, но у значительной части вот нашего такой вот шоу там или киноиндустрии. То есть иногда даже доходит до вот обидного и прискорбного, когда берется неплохой голливудский фильм, например, «Шестое чувство», да, вот с Брюсом Виллисом, и на его фоне делается призрак, где даже тот христианский смысл, который в шестом чувстве был заложен, он вымаривается, да, и проповедуется какой-то вот гедонизм, вот, и герой там главный, если у Бруса Виллиса помогает мальчику в виде призрака, да, а значит, наладить отношения с семьей, с классом, с учителями, да, то герой, значит, Федора Бондарчука, он помогает нашему мальчику отбить самую клевую девчонку в классе, вот, и, значит, показать, какой он крутой, вот, то есть есть какой-то вот такой вот вопрос к нашему кинематографу в целом, но давайте опять же посмотрим на опыт Франции, да, вот с их квотами на национальное кино и на поддержку национального кинематографа, которое, значит, французский дух воспитывает, давайте подумаем о, значит, политике Голливуда, где очень не рекомендуется снимать фильмы, да, сейчас без хэппи-энда, вот, или, значит, пропагандирующие какие-то нехорошие, там, с точки зрения, там, американской нации вещи, да, почему бы нам вот это вот то же самое не позаимствовать, да, вот, это опять же не цензура, вот здесь, там, может быть, как раз и нужно вот эту тонкую грань избежать, но уж, по крайней мере, вот такие вот рамки, о которых я сказал, хотя, в принципе, есть же, на самом деле, вот, уже подвижки к этому, в этом направлении, да, вот, в части квоты, там, начечных фильмов, но вот ее нужно, безусловно, дополнить вот теми вещами, о которых я сказал, да, вот, поддержки государственного заказа на, значит, вот, национальное, доброе, семейное, да, там, кино, мультипликацию и так далее, вот, безусловно, нужно делать что-то с киносетью, потому что, во-первых, она у нас явно недостаточно, даже в городах-миллионниках у нас, там, 5-10 многоканальных, вот, кинотеатров современного формата, советские, как правило, уже закрылись, вот, что же говорить про малые города, например, на весь Крым, у нас, там, несколько кинотеатров, по-моему, 2 или 3 кинотеатра всего, да, то есть на весь Крым, при том, что там отдыхают, да, там, летний период, летнее население Крыма, это десятки миллионов человек, вот, то же самое, там, про малые города России вообще можно не говорить, да, то есть, по сути, даже если российская лента будет выходить хорошая, да, ей шансов купиться мало, учитывая вот эту маленькую емкость рынка, и, во-вторых, она монополизирована, да, компаниями, которые, ну, зачастую не являются национальными, возможно, здесь есть над чем подумать и точно так же внести, значит, отрасль кинематографа, да, в список паритетных отраслей, куда иностранцам доступ ограничен. У нас есть определенный закон в этом плане, да, вот, кстати, чисто сделан по американскому опыту, как у них есть закон, у нас есть такой же закон, что не везде, не во всех отраслях инвестиции иностранцев допускаются. Да, нам нужны иностранные инвестиции, мы их приветствуем, но есть отрасли, где, извините, вот, наверное, кинематограф и, значит, сеть кинопроката, возможно, должна вот под эти критерии тоже подпасть, вот, вот, ну и развитие сети кинематографа, да, вкупе с теми мерами, о которых мы говорили, оно приведет к желаемому, да, что российское кино станет окупаемым, да, государственный толчок, поддержка, да, к качественному кино, вот, позволит появиться новым интересным проектом. Продолжение следует...